Команда обновилась на процентов 70. С таких слов и началась пресс-конференция Федерации настольного тенниса Алтайского края. Главный тренер команды Алтай Степан Багиян рассказал, что им удалось собрать на предстоящий сезон боевой состав. Получилось оставить в команде шестую ракетку России Максима Бокова. Состав пополнил Илья Исаков. Он приехал с Краснодара и входит в топ-20 теннисистов России. Ну и третьи номера у нас получается Перфилев Алексей, который играл уже в том году, молодой. Решили его поставить уже в основной состав и как бы будет уже основным игроком у нас. Плюс Машкова Никиту, тоже с Москвы. Тоже как бы третий номер, они могут меняться. И пятый у нас Ронин Илья. Тоже в запасе. Кому играть в теннис есть. Улучшается и условия. Для них так в спортивном комплексе Победа поменяли свет. Теперь там ярче будет играть. А в так называемом центре тренировочного процесса завершаются работы по замене пола. Теперь спортсмены будут играть на специальном покрытии Терафлекс. Он обошелся клубу почти в миллион рублей. Покрытие родом из Китая. Сиба Наргамаши. Сейчас вы можете прийти посмотреть. Свет идеальный. Все лампочки заменены. Плюс добавлены. Сегодня вот стелется покрытие. Клуб настольного тенниса Алтай приобрел покрытие. Где тренируются в принципе сильнейшие наши алтайские спортсмены на профессиональное покрытие. Новую жизнь и начинает и спортивная школа по настольному теннису Алтай. Именно там ищут будущих чемпионов. Детей уже ждут на тренировках. Ведь администрация школы ставит самые высокие задачи. Планы как всегда амбициозные. Команда, которую мы создавали регионального центра, мы ее пока убрали. Потому что попробовали. Не готовы пока дети наши еще выступать. Сейчас они немножко потренируются. Ну и в дальнейшем планируем опять создать команду. Так интенсивно в прошлом году, да? Ну да. Если так будут заниматься, то начнут побеждать. Что касается главной команды Алтай. В этом сезоне она будет выступать в премьер-лиге по настольному теннису. Сейчас, так скажем, подготовительный этап. А первый тур пройдет в октябре месяце в Свердловской области. Задача на сезон – замахнуться на бронзу. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.